Не только сухопутные войска, но и пилотов для российских самолетов отправила КНДР на войну против Украины, пишет издание Ньюзвик. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил о фактическом вступлении Северной Кореи в войну на стороне Москвы. Позже глава ГУР Кирилл Буданов уточнил, что на востоке России подготовку проходят около 11 тысяч военных из КНДР. Они будут готовы участвовать в боевых действиях с 1 ноября. Первые 2600 человек отправят в Курскую область. В сети уже появились видео, на которых, как утверждается, показаны севернокорейские солдаты на полигоне в Российской Федерации. По информации разведки Южной Кореи, на территорию России уже прибыло полторы тысячи севернокорейских спецназовцев. Им выдали российскую форму и оружие, а также якобы удостоверение личности жителей восточных регионов России. Специалист по армии Фёдор Тертицкий, опираясь на данные южнокорейской разведки, отмечает, что в Россию отправляют военнослужащих 11-го корпуса армии КНДР. Это очень боеспособная часть с довольно грозной репутацией. Это спецназ. Сначала, когда я услышал новости, то подумал, что северокорейцы могут всучить россиянам туфту в виде несчастных пехотных рот, которые помогают колхозам. Но, судя по информации, которая есть, туда поехали, если не суперэлитные, то вполне боеспособные части – штурмовики. При выполнении боевых задач в Украине у севернокорейской армии могут возникнуть серьёзные проблемы. В частности, в связи с тем, что большинство из солдат не владеют русским языком. А также в армии КНДР до сих пор существуют политруки. С ними командиры должны согласовывать приказы. Это отнимает время. Кроме того, 12 тысяч человек для войны в Украине – это невероятно мало, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. Поэтому многое будет зависеть от того, ограничится ли севернокорейский диктатор Ким Чен Ын этими подразделениями. Специалист по армии Фёдор Тертицкий отмечает, что руководство Китая может помешать отправке севернокорейских военных, надавив на Россию. Субтитры создавал DimaTorzok